Этот видео урок будет по диагностике насосных станций, по теме сантехника. И не будем ходить вокруг да около, и сразу перейдем к делу. Если вы включили насос, и он все время качает воду. Будем брать пример, это насосную станцию поверхностную с бачком гидроаккумулятора, который есть. Реле давления, это регулирует автоматику. И насос включен, он качает, 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 а напора воды не подается в дом. То есть тут обычно причины две. Одна из причин это порвана мембрана гидроаккумулятора, то есть снимаете корпус у гидроаккумулятора. Там есть крышка на винтах, откручиваете, снимаете эту баклушу и меняете на новую. Тогда нормализуется давление в гидроаккумуляторе, и тогда насос начинает качать воду в дом. Ну и вторая причина, и скорее всего это будет основная причина, это так называемая трубка в вентуре, или её ещё называют эжектор, у разных насосов по-разному. То есть она вот так вот крутится внутри насоса и создаёт давление. И обычно, вот если повреждения, вот присутствуют такие вот дырки, трещины, неважно, в разных местах, то есть ищите именно причину в корпусе. Это будет так называемая гидравлика насосной станции. Именно только там вы найдёте причину, почему не поднимается давление у насосной станции и не происходит закачка воды в дом. В общем, снимаете корпус, он тоже на болтах, отсоединяете все трубки, сливаете воду полностью. И в целом состоянии из корпуса у вас должна выйти такая картина. Вот это с другого насоса, просто запчасть эта целая. Вот тоже вот эта трубка вентуре, то есть она выглядит по-другому, чем повреждённая, но она везде целая. Вот и так вот она будет в сборе. И вы снимете вот корпус и вынимаете вместе вот с данной тарелочкой. Вот она будет у самой трубы, именно вот эта трубка. Вот так она выйдет вот к вам. Немного там можно... Вот я если вынимал, я пальцем просто придавил туда, где всасывающая труба, и снял вместе вот эту вот конструкцию. Это пример для насоса Джамбо. В целом же насос очень хороший, качественный, насосная станция. Но вот после шести лет именно вышла из строя вот эта вот трубка. На Джамбо хорошая новость в том, что есть все запчасти, продаются и на Озоне. В общем, много всего можно заказать на Озоне. В пределах 700 рублей будет стоить сама вот трубка вот эта. Если же полностью ремкомплект, то есть он тоже есть. Полностью со всеми прокладочками. Это в районе где-то 3000 будет полностью вся гидравлика насоса Джамбо. И можно еще как вариант, если не ждать, если не хотите терять время, вам надо быстро оживить насосную станцию, чтобы она нормально работала, то тогда, конечно, обращайтесь напрямую в сервисные центры, вытаскивайте вот эту вот трубку, берете с собой обязательно, чтобы она была такого же размера именно. Потому что они для разных насосных станций, они все разные. Берете, идете в сервисный центр, если для Белгородской области, это город Белгород, сервисом занимается термомир, приходите туда, спрашиваете вот эту запчасть, и просто у этих мастеров покупаете эту запчасть, забираетесь с собой, собираете корпус, она тоже просто вставляется назад в корпус, и как вот был, к примеру, целый, то есть там будет черненькая вот такая конструкция, вы ее назад вставите, и вот когда будет вода закачивается в насос, колесо будет крутиться, и все будет работать в порядке. В общем, это одна из причин по диагностике водного оборудования, почему либо не качает воду насосная станция, либо отсутствует напор воды в самой трубе. Ну, еще вы можете, конечно, столкнуться, вот проверить такое самостоятельно, вот я себе, например, разбирал рабочее состояние насосной станции, то, что она работает, что самое главное, что у вас там не заклинил двигатель, например, я просто снимал трубки, изолировал гидроаккумулятор, и с обычного стаканчика заливал воду, он мне ее через сам насос проворачивал, при повреждении трубки насос будет закачивать воду, но он будет закачивать воду именно сам себя, ему просто из-за вот этих трещин, дырок данной трубки не хватит сил, чтобы воду прокачать в дом, а сам себя он закачивать будет, то есть хорошая новость, что гидравлика будет в основном целая, двигатель тоже будет рабочий, то есть насосная станция будет полностью, вот именно гидравлика находиться в водной среде, что самое важное, и будет, в принципе, все цело. Но причину, как уже раньше сказал, ищите именно в корпусе гидравлики, ищите именно причину в трубке, вот данное, в данном видео. Такие рекомендации с практического опыта по сантехнике. Такие рекомендации с практического опыта